Здравствуйте, это Viva Telecom и мы сегодня будем тестировать в городе вот эти две радиостанции это Hightera TC508, все вы наверняка их знаете, аналоговые станции на супергетеродине то есть по классической схеме они построены, очень давно мы их уже поставляем зарекомендовали они себя с отличной стороны, то есть и в плане надежности и по длительности службы и работы от заряда одного аккумулятора тоже с ними никаких проблем нет вот пришло время потестировать их в городе, у нас даже есть видео, по-моему, по тестированию их на открытой местности то есть на трассе мы их проверяли, там дальность связи составила, насколько я помню, до 13 километров вот сегодня протестируем их в городе, как обычно оборудование все будет штатное то есть антенны вот эти штатные и они по КСВ на рабочей частоте, на 433 мы их будем проверять они не очень, я вам график приведу соответственно на тех точках, где станции уже плохо будут работать, мы применим антенны от КССАН называется антенна КТХ 057 или КТХ 057, она поэффективнее, я вам КСВ тоже приведу то есть посмотрим, насколько дальность связи изменится при КСВ, отличающемся примерно там на единицу, по-моему но графики сравните, посмотрите на этой частоте, 433 частота, 433 700 и мы еще один эксперимент проведем во время тестирования этих станций мы проверим, насколько влияет на дальность поднесущая то есть здесь на одном канале запрограммированы коды сети CSS, на другом канале открытый канал без поднесущих посмотрим, ну то есть начнем с поднесущей, где уже связь будет неудовлетворительно мы переключимся на канал без поднесущей и проверим, есть ли связь, ну то есть улучшается она, либо нет то есть экспериментальным путем подтвердим, влияет она или нет так, точки наши, как обычно, стандартные один абонент находится на девятом этаже кирпичного здания линия связи будет выходить перпендикулярно, то есть не прямая видимость второй абонент, то есть я буду перемещаться по точкам там расстояние я вам все укажу, карту тоже можно посмотреть в общем сборнике по проверке связи в городе, там все представлено ну все, тогда начинаем двигаться, смотрим, как данные станции отработают так, начинаем, смотрите, первая станция у нас Хайтера TC508 аналоговый естественно режим только, стоит у нас поднесущая для защиты от помех мы всегда ставим поднесущую и шумоподавитель на минимальный уровень чтобы обеспечить максимальную чувствительность но в данном случае у 508 модели ставится шумодав либо нормальный, либо глубокий поэтому здесь стоит нормальный, проверяем на первой точке 860 метров надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием один, два, три, четыре, пять, прием все, спасибо, переключайся на Kenwood тысячный, прием так, ну все, естественно, 5 баллов, здесь никаких проблем с Хайтерой нет кстати, по поводу еще антенна не особо эффективна поэтому, когда перестанет работать станция мы подключим антенну другую от Kirisano но это будет дальше, где уже перестанет она нормально работать там переключимся все, переходим на следующую станцию вторая точка Хайтера TC508 аналоговый режим с поднесущей смотрите, у нас здесь большое количество высоковольтных проводов пытаемся связаться надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием один, два, три, четыре, пять, прием все, отлично, переключайся на следующий Kenwood спасибо, прием ну, без проблем давайте я 5 баллов, в принципе, здесь я и поставлю есть небольшие шумы, но, естественно, речь разборчива так, третья точка, 1400 метров расстояние TC508 Хайтера принимаем в аналоговом режиме надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием три, четыре, пять, прием еще раз, пожалуйста, что-то слабовато прошло, прием три, четыре, пять, прием так, ну, давай еще раз, третий раз, прием один, два, три, прием так, знаешь, надо будет сейчас перекрутить антенну тогда, прием смотрите, она уже поняла, выключаюсь, перекручиваю да, да, хорошо, мы ждем прием смотрите, проблема третья точка всего лишь но с этой антенной она уже слабо принимает я со штатной ставлю 3 балла тогда сейчас попробуем использовать антенну от Kirisano она более эффективна на этой частоте хотя длина у нее абсолютно такая же где-то ксв отличается на единицу примерно то есть около тройки здесь около двойки но графики посмотрите я точно не помню значение на 433 700 проверим то есть эксперимент такой насколько влияет именно замена антенны все остальное, весь сетап остается тот же самый то есть та же самая станция отличие только в ксв антенны на заданной частоте на рабочей проверяем надежда досчитай, пожалуйста, до 5 прием с новой антенной прием 1, 2, 3, 4, 5 прием все спасибо большое переключайся на кену 1300 все хорошо прием но как видите реально антенна значительно влияет по крайней мере на 1 балл связь улучшилась естественно ну как бы понятное дело что так и должно было быть но смотрите мы все таки всегда используем штатное оборудование поэтому на следующих точках мы вернемся на антенну обычную от хайтеры штатную но имейте ввиду что кирисан антенна работает эффективней так хайтера TC508 точка номер 4 1800 метров антенна установлена обратно штатная потому что мы все станции используем со штатным оборудованием поэтому поставили обратно принимаем здесь местность открытая поэтому я думаю что со связью проблем не будет надежда досчитай пожалуйста до 5 прием вот так вот еще разок досчитай до 5 прием только 4 прошло прием прием надо еще пожалуйста разок досчитай до 5 вообще связь плохо идет прием надя досчитай до 5 прием надя досчитай пожалуйста до 5 прием надя переключить пожалуйста на второй канал проверим без поднесущий прием ну смотрите я здесь я не знаю ну два балла давайте и поставлю уже плохо она принимает еще один эксперимент проводим смотрите вот на первом канале у нас было было запрограммировано аналоговая поднесущая city css сейчас я переключусь на второй канал где он открытый да и посмотрим вот в таком же положении будет она лучше принимать или нет то есть есть сомнения да у некоторых людей что city css влияет на дальность связи и соответственно прием будет хуже давайте это проверим надежда досчитай пожалуйста до 5 прием 1 2 3 4 5 прием все переключайся на kenwood прием но да разница есть нет обратно на первый переключить прием смотрите да отработала она получше но мы для чего ставим поднесущую все время чтобы не лезла помеха и мы могли уменьшить порог срабатывания шумоподавителя то есть ставим порог ниже чувствительность тем самым увеличиваем приемника и ставим поднесущую чтобы она не открывалась от помехи поэтому в принципе я считаю что все таки эффективнее использовать поднесущие но во многих случаях в аналоговом режиме потому что можно уменьшить порог шумодава все переходим к следующей станции итера tc 508 аналоговый режим штатная антенна поднесущая установлена принимаем на пятой точке расстояние 2100 и большое количество зданий здесь и мы линия связи у нас проходит вот через эту большую многоэтажку поэтому сейчас попробуем связаться здесь многие станции перестают работать хайтера тоже подозревают что перестанет работать со штатной антенной смотрим надежда досчитай пожалуйста до 5 прием 1 2 3 4 5 прием все переключайся на кен вот прием но как ни удивительно но станция отработала на 4 балла в принципе с первого раза мы связались и фактически не потеряли ничего поэтому 4 балла я ставлю здесь хайтера tc 508 точка номер 6 расстояние здесь 3100 смотрите на канале с поднесущей и со штатной антенны связи нет на канале без поднесущей и со штатной антенны связи нет все таки на всякий случай ну то есть 0 баллов она здесь уже получает выбывает из теста по штатному оборудованию но мы подключили антенну кирисан пытаемся здесь еще на шестой точке связаться с более эффективной антенны Надя досчитай пожалуйста до 5 прием Надя досчитай пожалуйста до 5 прием Надя досчитай пожалуйста до 5 прием но все к сожалению даже и антенна не помогает все хайтера выбывает из теста убираем ее переходим кинуту так ну что давайте подведем итоги тогда по радиостанции хайтера tc 508 аналоговой станции супер гетеродинной классической давно мы их уже поставляем никаких претензий к ним нет потребляют они мало аккумулятор идет большой в комплекте теперь по проверке в городе отработала станция достаточно неплохо то есть на шестой точке она замолчала еще на промежуточных точках тоже были у нее не пиво не 5 баллов но в целом более-менее нормально по громкости динамика достаточно но естественно мы тестировали сразу например вот с кинудами до 1300 и 3320 nx конечно она тише но в общем то даже вот на третьей точке вдоль дороги мы стояли слышно было нормально единственная претензия к ней штатная антенна вот это которая идет в комплекте она не особо эффективно работает то есть у нее ксв не выше 3 фактически по всему диапазону но вот и какого-то резонанса или минимального ксв с хорошими данными у нее тоже нет то есть вот на 433 700 она имеет что в районе двух с половиной по моему ксв ну то есть это достаточно много поэтому мы проверили по провели эксперимент еще с антенной к это x 057 от кирисана как видите она абсолютно одинаково по длине но работает на частоте 433 700 более эффективно и соответственно улучшили мы чуть дальность связи я этот эксперимент кстати вынесу в отдельный ролик чтобы потом не потеряться в каком из видео именно про проверяли мы это поэтому будет еще в плейлисте эксперименты отдельный ролик по замене антенны и также мы провели эксперимент писали на канале в комментариях что city css влияет негативно на дальность связи мы тоже этот эксперимент провели дать на одной из точек связь чуть улучшилась ну там на 1 балл до примерно она приняла станция без кодов city css получше но смотрите здесь какая ситуация в данной станции в программном обеспечении ставится только два уровня шумоподавителя нормальный и глубокий соответственно мы оставляли нормальный но в обычной ситуации у других станций где регулируется порог мы ставим под несущую и ставим порог срабатывание шумоподавителя ниже тем самым мы увеличиваем чувствительность приемника и тем самым мы защищаемся от помех и я считаю что вот этот выбор да такое решение с шумоподавителем именно с пилоттонами более эффективное особенно для связи в городе и особенно для тех станций приемники которых построены на чипах прямого преобразования то есть вы же не хотите либо загрублять шумодав чтобы не принимать до помеху либо тогда сделать ниже порог но принимать и соседние каналы и промышленную помеху но сами понимаете что у приемников прямого преобразования помеха защищенность гораздо ниже чем у супергетеродинных поэтому мы все же рекомендуем коды сети css если вы станции используете в городе все же ставить потому что можно все-таки отработать более эффективно и более комфортно по крайней мере с этими пилоттонами на канале в целом станция проявила себя отлично никаких проблем естественно загрузка быстрая по громкости тоже претензии особо но нет нормально то есть для аналоговой станции вполне поэтому все данные по точкам будут приведены в общем файле смотрите там уже это будет по моему 46 станции 46 пара станций станции использовались абсолютно одинаковы когда мы меняли антенны там на той стороне тоже антенна менялась соответственно ну чтобы были пары идентичны все на этом тогда закончим кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал это viva телеком всего вам доброго до свидания